Девушки Ягринской гимназии вновь первые. Завершился очередной волейбольный турнир среди женских и мужских команд среди учебных заведений Острова Ягры, посвященный 71-й годовщине Великой Победы. Волейбольный турнир среди ягринских учебных заведений имеет уже долгую историю. Главной фишкой соревнований является противостояние команд учеников и педагогов. Помимо спортивной составляющей, турнир призван объединить учителей, школьников и студентов. В женских соревнованиях участвовали четыре команды и первое место с явным преимуществом, как и год назад, завоевали ягринские гимназистки. Все игры были особенными для нас, потому что были очень интересные соперники. Каждая игра имела свои сложности, но мы старались их преодолеть. И все-таки, как видите, мы преодолели и заново победили. Выиграли педагогов, они вам потом двойки не ставили? Нет, хотели бы ставить. Серебряные медали завоевали девушки из девятнадцатой школы, а бронза досталась учителям 31-й гимназии. Ну, молодежь у нас молодцы. Ну, что тут сделаешь? Ну, в следующем году, может, дадите бой-то все-таки? Естественно, конечно. Вот пройдут городские соревнования учителей, и мы начинаем усиленно готовиться к следующему году. Все будет окей. То есть в следующем году с вас золото ждать? Да, с нас золото. В мужской части турнира без единого поражения сыграли педагоги техникума судостроения и судоремонта. Мужчины показали отличный пример спортивного долголетия, обойдя своих учеников, а также ребят из девятнадцатой школы. Педагоги с радостью откликаются на это. Во-первых, и ребятам еще показать, как умеют играть. Во-вторых, и побороться, посмотреть, на что еще сами мы готовы, что можно показать в игре. Поэтому, не знаю, искренне рады, что выиграли в этом году. Какой-то даже ребятичий азарт у нас был, наверное, в играх. Называется «Надежда», то есть само название говорит о чем? Что молодые девочки, мальчики, которые подходят и подрастают, они становятся взрослыми, затем вступают в взрослую жизнь. Поэтому волейбол, я думаю, придаст много полезного для их взрослой жизни. Призы и подарки получили все команды. Следующая «Надежда» состоится через год. Константин Мухин, Семен Семигулин, Вестник, Северодвинска. Семигулин, Вестник, Северодвинска.